Под автоматом, конечно, а принципы работы, скажем, смехотерапии, когда человек действительно смеется от души, то есть не заставляет его, а он смеется действительно, то есть ему стало смешно, он захотел смеяться и смеется, ну или улыбается. У нас есть еще один звонок от наших телезрителей, примем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Мария. Я вот по жизни очень полная и тучная женщина. Вот скажите, пожалуйста, смехотерапия как-то мне поможет похудеть? Спасибо большое за вопрос. Вот такая вот болезнь, нежнешний вес. Я забыл, как зовут, не услышал, неважно. Конечно же, смех помогает похудеть вам. Вы понимаете, в то время, когда вы смеетесь, у вас просто нет времени кушать. Вы попробуйте постоянно смеяться, но, естественно, у вас не будет времени кушать, и из-за этого вы станете стройнее. А вот если непосредственно к вашему приему, ну, человек обнаружил, что у него какое-то заболевание, он долго мучился обходить всех специалистов и, наконец-таки, пришел к вам на прием. Как проходит ваш прием? Ну, если это групповое занятие, то мы обычно садимся так же, как на симпозиуме в кружок и рассказываем анекдоты. Если это, скажем, индивидуальное занятие, вы не поверите, тоже рассказываем анекдоты и всякие курьезные случаи. Ну, можно строить смешные рожицы, если это, допустим, ребенок. Можно просто показывать смешные фотографии. То есть, получается, если человек пришел к вам со стороны, он же не знает, что такое смехотерапия. У вас заготовлены истории рожицы? Ну, да, у нас есть это. Но, к сожалению, я это с собой сегодня не взял. Чтобы слишком смешно нашим телезрителям не было? Ну, скорее всего, да. Ну, рожица может быть возможной состройкой. А я могу на вашем примере показать. А если вот к методам вообще, вот как много этих методов? Потому что психотерапия, известная наука, да, использует методик множества, до 50 тысяч, насколько я знаю. Да. А вот смехотерапия, есть какие-то цифры, вы знаете, сколько методов вы используете? Ой, ну, мы где-то используем около 17 тысяч методов смехотерапии. Но самые основные – это, естественно, ну, то, что я говорил, анекдоты и всему подобное. А дальше там, ну, скажем так, разные бывают. То есть от щекотания и до, допустим… То есть такие методы непосредственно тактильные тоже используются? Да, ну, это мы рассматриваем с каждым, допустим, больным, и мы на симпозиуме решаем, что конкретному больному надо прописать. Индивидуальный подход и в вашей науке тоже. Конечно. Ну, вот мы затронули немножечко про виды смеха. Какие виды смеха существуют и вот их использование? Конкретный вид в конкретном заболевании используется или там они чередуются каким-то образом? Ну, это же, опять же, рассматривается все в частном порядке. А обычные, самые основные – это гомерический вид смеха, истерический, потом такие демонические, допустим, вид смеха. Вот вы посмейтесь, я вам скажу, какой у вас смех. Этого мало. То есть вам нужно очень долго смеяться? Не долго, мне буквально 5 секунд. Но у вас… Странный смех. Странный смех, если честно. Да. Вот. А вот если по продуктам питания, по диете, ну, вот немножечко тоже про, там, лишний вес – это немножко другое, а вот по продуктам питания есть какие-то, ну, особенно смешные продукты, ну, или которые помогают делать смехотерапию более успешной? Ну, есть, конечно. Чтобы эффективность возрастала. Это, ну, алкоголь, сигареты и девушки. Ой, извините, это фрукты, овощи и крупы. Ячневую крупу у нас всегда кушают побольше. Да. У нас есть еще один звонок, давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире? А, да, здравствуйте. Это звонит муж Марии. Муж Марии. Хочу лишь сказать, что этот метод действительно работает, а моя жена уже минут пять как не ест и все время смеется. Спасибо вам большое за звонок. Вот прям на глазах работает метод, а вот какие-то случаи исцеления бывали в вашем случае, ну, в вашей практике? Да, был, приходил ко мне один молодой человек, он постоянно жаловался на мигре. Ну, я ему показал палец. Это известный очень способ, да? Это основа нашей науки палец. То есть показываешь палец, и человек начинает смеяться. Через две минуты он подошел ко мне и сказал, спасибо, у меня перестала мигрень. Замечательно, вы, наверное, вот прям чувство счастья используете. Для меня это обычное дело. Ага. А используете в своей работе скороговорки? Ну, вот по мне это очень смешно, я когда тренируюсь перед эфиром, мне всегда очень весело, когда я их разношу. Используете? Мы, конечно, используем. А какой-то пример любимый можете привести? Ну, допустим, я человек фельдтикультяпистый, могу фельдтикультяпнуть и перефельдтикультяпнуть. Можно я это повторять не буду? Но вы можете свою рассказать. А вот группы риска есть у вас? Кто чаще, вот какие категории людей почаще попадают к вам на прием? Чаще всего к нам попадают угурюмы, скучные, но и те люди, у которых профессия связана, ну, не с весельем. Это обычно патологоанатомы, работники органов. Ну, то есть там, где не весело работать. А научные труды у вас есть? Это все-таки наука? Есть. Так и называется смехотерапия? Смехотерапия от Матвея. А вот я знаю, что у вас есть сын, вот я прочитала вашу биографию. А вы собираетесь передавать как по наследству, опыт? Конечно, мало того, я уже передаю ему, ему уже 2 года 7 месяцев, и мы постоянно с ним занимаемся смехотерапией. Он постоянно, скажем так, улыбается, я его пытаюсь рассмешить как-то, ну, или он, допустим, меня смешит тоже своим поведением. Вообще дети, один из ученых, из моих коллег, тоже советует, если, скажем, вы не можете рассмеяться, вы просто посмотрите на детей, и вы в любом случае, хотя бы улыбка у вас появится. Особенно очень смешно смотреть, когда дети пытаются подражать взрослым. Я на себе это проверил, это действует. Спасибо большое. Вот у нас, к сожалению, время эфира подошло к концу. Я думаю, наши телезрители поняли, что мы вместе с Матвеем Александровичем вас немножко разыграли. Но на самом деле такой способ, метод, наука такая, смехотерапия, в самом деле существует, это не совсем розыгрыш, просто мы немножечко в другую сторону вас увели, поэтому мы советуем вам смеяться. На наши вопросы сегодня отвечал Матвей Ракитин, смехотерапевт по совместительству, специалист по внутренней логистике и просто очень веселый и хороший человек. Спасибо большое, Матвей. Небольшое спасибо. Всего доброго. До свидания. Следующий случай из практики. В понедельник после программы «Рабочий полдень» в прямом эфире логопед Елена Заволокова подскажет упражнения для работы над свистящими и шипящими звуками. Напоминаю, что темы эфиров на неделю можно узнать на сайте нашего канала www.krtk.ru. А закончить программу я хотела бы словами Барона Бюнхгаузена. Умное лицо еще не признак ума, господа. Самые большие глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова